Они настолько далеко впереди, потому что всё это было запланировано годы назад. И сейчас мы живём в то время, когда весь план игры, вся сюжетная линия подходит к логическому финалу. И скоро мы увидим конечный результат. В этом даже не нужно сомневаться. И пока народными массами манипулируют, они уже давно готовы к новому мировому порядку. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатий Иши Ди. Сегодня у меня для вас интересный и в некоторой степени даже агрессивный контент. Начнём с того, что Джуди Шалтон уже находится на рассмотрении в Совет Управляющих Федеральной Резервной Системой. Нужно отметить, что эта женщина является кандидатом от самого Дональда Трампа. Более того, она выступает активной сторонницей внедрения нового цифрового золотого стандарта, который будет основан на криптовалюте. В журнале Уолл-стрит мы видим статью под названием Банковская комиссия Сената надеется выдвинуть в качестве кандидата в Совет ФРС Джуди Шалтон. Она была экономическим советником во время кампании 2016 года. Также ниже мы видим, что Банковский комитет Сената заявил в пятницу, что проголосует за выдвижение двух кандидатур от президента Трампа в Федеральный Резерв. Также в их заявлении четко видна уверенность и готовность продвинуть именно Джуди в Совет Управляющих ФРС США. Почему же это так важно для криптовалют и что вообще это означает? Друзья, приближается пересоздание золотого стандарта и подтверждений тому, что это неизбежно, становится все больше. Работа над этим кипит уже долгое время. Это всегда было изначальным планом игры с тех пор, как Трамп стал президентом. Посадить Джуди Шалтон управлять ФРС, провести реконструкцию. Как она сама сказала, совершить путешествие назад в будущее. В будущее цифрового золотого стандарта. Как же круто жить во время перелома эпох. Дальше в программе твиттер Блумберга, где мы видим, что следующий новый мировой порядок уже на горизонте. Майк Новоград с управляющей финансами сказал, что фондовый рынок оторван от реальности. И поэтому мелкие инвесторы должны выходить из него. Мы все чаще начинаем замечать такие статьи в средствах массовой информации. Складывается подозрение, что они пытаются подготовить почву для чего-то, что скоро придет. Чего-то, о чем знают только они. И таинственное это произойдет уже в ближайшем времени. Но я уже знаю, ребята, что это будет. Это будет критический сдвиг на рынках. Мы увидим страх, боль и кровь. И когда это произойдет, все решения от мира криптовалют, например, те же решения от Рипла для предоставления ликвидности рынкам, станут не просто нужными, а необходимостью, о которой будут умолять. И я хочу напомнить вам, что несколько месяцев назад Майк Новоградс уже говорил о проблеме ликвидности. Что у них есть некий капитал, который необходимо разблокировать для того, чтобы обеспечить необходимой ликвидностью рынки, без которой они не смогут работать как надо. Это очень важно в свете последних событий. Я очень рекомендую вам следить за Блумбергом, потому что я верю, что это будет один из первых инфоресурсов, которые начнут освещать сдвиг в новое техно-будущее. Сдвиг в финансовой системе и финансовых рынках. Сдвиг в новый цифровой мировой порядок. Все это приближается, и мы видим это по косвенным признакам, шаг за шагом и капля за каплей. И в последние месяцы все только ускоряется благодаря конкуренции. Это новая гонка вооружений, но совершенно на ином поле битвы. И эту гонку вооружений, как видно из статьи на Коиндексе, Америка боится проиграть. Название статьи первопроходец. Даже Банк Америки признал, Китай побеждает в гонке цифровых валют. На самом деле об этом уже предупреждал, например, глава Ripple, Брэд Гарлинхаус. Он давно предупреждает Соединенные Штаты, что нужно подняться на борт или же нас обойдут навсегда. Нас имеется в виду американцев. Принятие цифровых валют центральными банками неизбежно. Предшествующее этому ограничение снятия денег со счетов людьми еще одно доказательство. Это идеальный переход на цифровые валюты. Это конец эры бумажного кэша. Стремление Китая перейти на цифровую версию юаня вряд ли положит конец многовековому правлению доллара, но точно нанесет ему серьезный удар. К такому выводу пришли аналитики по иностранной валюте из Банков Америка, которые утверждают, что региональные торговые партнеры с удовольствием будут пользоваться цифровой валютой Китая, поскольку платежи постепенно становятся все более электронными. Также они добавили в своем докладе от 30 июня, что Китай значительно опережает США в разработке своей цифровалюты. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который в прошлом году заявлял, что Центральный банк США не видит потенциальную выгоду от цифрового доллара, в июне этого года уже заявляет Конгрессу, что чиновники усердно работают над вопросом запуска цифра доллара. Это большой сигнал, который мы увидели 30 июня на встрече с председателем ФРС и министром финансов США. Но я, ребята, категорически не согласен с тем нарративом, который рисуют нам СМИ о том, что США якобы сильно отстает. Я думаю, это просто политический театр, призванный нагнетать страх и панику. На самом деле США далеко впереди в этих цифровых технологиях. Мы уже видели и я вам показывал обсуждение Кристофера Джан Карла, главы проекта Цифровой Доллар. Я уже рассказывал вам, что проект Digital Dollar находится в партнерстве с Accenture, компанией, которая в свою очередь является партнером Ripple XRP. Круг замкнулся, пазл сложился. Они настолько далеко впереди потому, что все это было запланировано годы назад. И сейчас мы живем в то время, когда весь план игры, вся сюжетная линия подходит к логическому финалу. И скоро мы увидим конечный результат. В этом даже не нужно сомневаться. И пока народными массами манипулируют, они уже давно готовы к новому мировому порядку. А теперь, возвращаясь к началу видео, я хочу добавить, что подтверждение кандидатуры Джуди Шелтон произойдет уже через 10 дней. Будет голосование за ее назначение 21 июля 2020 года. Это очень важно, потому что Джуди всегда стояла и стоит за переход финансовой системы назад в будущее. К новому цифровому золотому стандарту. К новому золотому стандарту, который будет основан на криптовалюте. Вот почему она будет так важна на самых высоких постах Федеральной резервной системы США. Вот почему ее подтверждение в ряды ФРС в совокупности с партнерством проекта цифрового доллара и Ripple XRP будет большим шагом по направлению к Ripple XRP. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы обязательно быть в курсе всего происходящего в цифровом мире. Меня зовут богатейший Ди и как всегда я рад каждому из вас, кто посмотрел это видео, поставил ему лайк и конечно же, мы увидимся с вами завтра в новом видео. До скорого. Я думаю, что вы очень хорошо известны для вашего стандарта на криптовалюте. Будет вернуться к криптовалюте помогает у США? Кажется, что вы думаете о том, что вы думаете на это? Я бы скажу, что я не вижу так много как вернуться, но больше как вернуться к будущему. Я думаю, что криптовалюте, что криптовалюте, что криптовалюте, это монетарий дисциплина для своего собственного сейства. Если деньги должны быть среди своего человека, они не обязаны для своего собственного сейства. of value, it really shouldn't be subject to who's the chairman of the Federal Reserve. And I think that money needs to be stable and provide the foundation for productive economic growth. And when money is just a variable that financial markets toss around, or it's part of a derivatives formula, or it's part of someone speculating on currencies, it's not serving the private sector in the sense of providing that reliable unit of account so you can make plans. And under a gold standard, you did have that stability. And I think that's what's missing. And so I like the idea of a gold standard. I mean, it could be used in a very cryptocurrency way. The point is, do you have a unified money system so that when you talk about the international marketplace, everyone is playing on a level monetary playing field? Ms. Shelton, could you talk to us a little bit about what you on the Federal Reserve Board and what the Federal Reserve as a whole could do to help protect the dollar's reserve currency and especially address the need to have digitization as a potential property of the dollar? Thank you, Senator Cotton. I think that's an extremely important discussion. And I agree with your assessment. I think we're compelled to think about that. The dollar is the most important instrument of soft power that we have around the world. And yes, it is a dominant reserve currency. But we can't rest on our laurels in that regard because, as you suggested, rival nations are working very diligently to have an alternative to the dollar. And while they can't beat us as a currency, they can add features because there is a demand for digital access to banking services, to payments. And I think it's very important that we get ahead of the curve to ensure that the dollar offers continues to offer the best currency in the world, the most respected, the most utilized. And we need fintech innovation to keep us going in the right direction and to be a leader instead of passively observing what other countries might do. And we'll see you next time.